Более 40 человек и длилось на протяжении 4 часов. А началось мероприятие с акцией под названием «Помните! Ныне живущие». Районный комитет БРСМ, выступивший организатором мероприятия, провел большую подготовительную работу, чтобы и акция, и сам открытый диалог нашли отклик в душе каждого присутствующего. Мы должны с вами делать все, чтобы наши потомки, наше поколение помнили о этой суровой, проклятой войне, чтобы вы были патриотами нашей республики. А патриот – это не только который защищал во время войны нашу Родину, а патриот – это который любит Родину, малую Родину, большую, который любит народ, который хорошо трудится, который соблюдает культуру белорусскую и так далее, и так далее. Ветераны Великой Отечественной войны, представители районных общественных организаций «Белая Русь» и ветеранской организации – постоянные участники мероприятий патриотической направленности. День Победы, конечно же, один из самых главных праздников в нашей стране, и чтобы память о войне была жива, очень важно проводить встречи с непосредственными участниками тех страшных событий. Отрадно, когда наследники Великой Победы не просто проникают со всем происходящим, но и делают для себя соответствующие выводы. Я думаю, что этот праздник, даже то, что здесь происходило, очень важно для каждого студента. Мы должны это понять, эту дату, это все, так как это наши деды, прадеды, прабабушки, можно сказать, воевали, отдавали свою кровь. Мы должны ценить. Я желаю, чтобы эти праздники были чаще, их больше было, ну и чтобы мы их чаще видели. Запуск в небо красных и белых шаров, символизирующих мир на всей земле, стал кульминационной частью акции. Ну а затем мероприятие продолжилось в стенах педагогического отделения колледжа. Дискуссия в формате «Открытый диалог» не первый раз доказывает свою эффективность решений наболевших проблем. На сей раз ее участники обсудили вопросы, которые касались представления молодых белорусов о Великой Отечественной, их отношении к подвигу советского народа. По словам лидера районного комитета БРСМ Артема Жавнерика, это представление порой вызывает настоящую тревогу, да и современный кинематограф не способствует правильному восприятию, нередко искажая правду о войне. Наработка дальнейших шагов для того, чтобы молодежь получала достоверную и более объемную информацию, стала главной задачей участников встречи. Нельзя не сказать и о выступлении преподавателя истории и философии Солигорского государственного колледжа Дмитрия Макина, которая мало походила на обычный доклад, эмоционально, проникновенно, пробуждающий то самое чувство, а точнее качество настоящей личности, не имеющей срока давности. Это, конечно же, патриотизм. Это когда не только мы говорим, что любим Родину, а когда мы можем, общаясь с ребятами из других стран, отстоять, что все-таки советский народ, благодаря советскому народу был побежден нацизм, и именно советские танки въехали в Берлин, а не американские, или не как, например, на территории современной Украины, уже нет понятия Великой Отечественной войны, есть Вторая мировая война всего лишь. Или при Балтике, когда проходят марши в этот день, нацистских солдат, чтобы мы не повторили этот момент, и чтобы мы можем не повторить только в том случае, если мы будем знать правдивую информацию.